Доброе утро! Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. В студии Артем Петров и в начале главный тем. Экскурсовод из Ульяновска представит регион на всероссийском финале конкурса. Позади региональный этап проекта лучший по профессии в индустрии туризма. В сельских школах продолжают открывать точки роста. Какова основная задача проекта? А в Сурском районе прошли гонки на выживание. Кто пришел к финишу первым? Итак, в регионе выбрали лучшего экскурсовода в рамках регионального этапа всероссийского конкурса лучший по профессии в индустрии туризма. По итогам экспертной оценки победителем стала Ирина Суслина, экскурсовод квартиры музея Владимира Ильича Ленина. Ирина работает экскурсоводом пять лет сразу после окончания Ульяновского педагогического университета. Мы работаем по большей части с печатными источниками, с книгами, с документами, потому что информация в сети интернет иногда бывает не слишком правдивая. Но ходим в библиотеки, находим материал. Мы интересные факты рассказываем о жизни семьи Ульянов, какие-то отдельные факты биографии членов этой семьи. И большинство людей идут именно в наш музей, как в Ленинский музей. Ирина Суслина проводит обзорные экскурсии, музейные занятия, связанные как с жизнью семьи Ульяновых, так и с историей Ульяновска. Задания конкурса не показались ей сложными. Мне попался объект, это бульвар Новый Венец и здание присутственных мест. То есть в этом здании сейчас располагается Ульяновский государственный аграрный университет. Мы рассказывали о том, допустим, когда бульвар появился, что было раньше. Ирина Суслина, экскурсовод, квартира музея Ленина, теперь будет представлять регион в финале конкурса. Он будет проходить онлайн с 18 июля по 8 ноября. «Лето во дворах» такое название носит проект, который уже второй год подряд реализуется в Ульяновске. Это некая альтернатива пришкольным лагерям, работу которых ограничила пандемия коронавируса. При этом в летних лагерях нового формата ребята вовсе не скучают. Их досугом занимаются и работники культуры, и спортсмены, и силовики. Школьники из Нового Города, например, в середине июля смогли на время стать пожарными и спасателями. Единственное, что сейчас будет не похоже на альпиниста, но каску идет очень интересный. А этим девчонкам вручают не снаряжение спасателя, а специальные ранцы, с помощью которых обычно тушат лесные пожары. Вручают для безопасного задания – полить цветы на соседней клумбе. Но испытать мощность аппарата все равно можно. Ему немного тяжело. А чем тяжело? Вот так. Вот так наглядно и доступно, а главное – с возможностью испытать на себе. Курсанты колледжа государственной и муниципальной службы, готовящиеся к работе в МЧС, и члены Всероссийского студенческого отряда спасателей, рассказывают ребятам о нелегком труде пожарных. Нелегком во всех смыслах. Например, специальное снаряжение получается надеть только при помощи и под присмотром инструкторов. Как ощущения, молодой человек? Как профиль говорит, так же есть? Позже мальчишка признается – бежать с таким портфелем задача непростая, даже для взрослого. Наверное, в этот момент и появляется уважение к работе пожарного и спасателя. Может быть, это повлияет на выбор будущей профессии, говорят организаторы. По словам сотрудников МЧС, такие мероприятия они проводят с удовольствием. А вопросы от ребят всегда удивляют своей серьезностью. Сколько времени находиться, допустим, на пожаре в дыхательном аппарате? Сколько получает пожарный спасатель? Какая выслуга лет? А что бы я хотел изменить в жизни нашей страны? И так далее. То есть вопросы, ну, неожиданные для детей. Это очень хорошо, потому что, ну, дети – это наше будущее. Если они задают такие вопросы, то, слава богу, нас ждет светлое будущее. Проект «Лето во дворах» реализуется на 40 площадках по всему Ульяновску. Активную помощь оказывают территориально-общественные самоуправления. Завершится работа дворовых лагерей в августе. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В рамках нацпроекта образования в селе Товолжанка откроется точка роста. Уже в сентябре школьники познакомятся с робототехникой и освоят новые IT-технологии. Что сделано к середине лета, расскажет Александра Емельянова. Интернет почти летает. Компьютеры новые недавно начали завозить ноутбуки. Возможности школьника в селе почти ничем не отличаются от возможностей городского ученика. Теперь стать ученым можно, не сходя со школьной скамьи. Все это – Товолжанская точка роста. Задача проекта – дать сельским школьникам возможность получить современное образование на малой родине. Чтобы стартовые площадки детей с глубинки были такими же, как и у городских сверстников. Ведь мечты сегодняшних детей во многом похожи. Я хочу работать в полицейской части. Я хочу стать робототехником, потому что я люблю роботов. Я хочу стать блогером, который будет снимать про своих животных и рассказывать о них, как они живут, как их дрессировать. На тиктокеров в российских вузах пока не учат, а получить необходимые навыки теперь можно и в Товолжанке. В школу привели оптоволокно и завезли ноутбуки, которые помогут стать ближе к блогерской мечте. А специальное оборудование поможет изучить всё на практике, сделать уроки нескучными. Это у них как бы вот только картинка в учебнике, в интернете. Но когда он увидит, например, ту же клетку крови через микроскоп, представить, что это такое домельчайшие частички, то тут уже, наверное, заинтересует его больше. Точка роста создаётся руками энтузиастов. Пока ребята ухаживают за пришкольным полисадником, завхоз красит потолок для новой лаборатории. Михаил Рыжкин говорит, обновить класс можно за три дня. Главное – желание. Если мы работаем с полной отдачей, с десятинутными перерывами, а не сидим сложа руки и ждём, когда нас будут палкой подгонять, то мы сделаем новое. Успех от слова «успеть» – именно это взрослые пытаются донести до детей и словами, и делами. Успеть в школьные годы сделать запас знаний и при этом не потерять удовольствие учиться, будет как раз и означать, что школьные годы были действительно прекрасными и не напрасными. Точка роста тому в помощь. Александра Емельянова, Антон Дурнов, Вести Ульяновск из Корсунского района. Уборочная кампания проходит по всему региону. Фермеры собирают урожай зимой пшеницы. Одним из лидеров по темпам уборки ежегодно становится Владимир Евстифеев. Аграрий из Новоспасского района – яркий пример грамотного подхода к делу. Стройным рядом 11 новых комбайнов собирают урожай с полей Владимира Евстифеева. Новоспасский фермер вышел на уборочную одним из первых в районе. Всего за неделю глава хозяйства планирует закончить работу на площади в семь сотен гектаров. Один день – одна седьмая плана. Владимир Евстифеев, ну что, управимся до обеда? Конечно, управимся. Ну, молодцы. Чтобы работа не останавливалась ни на минуту, Владимир Евстифеев и его сын Николай непрерывно координируют движение техники. Радиосвязь позволяет вовремя разгружать переполненный комбайн. Рации используем для того, чтобы как можно меньше было простоев и чтобы все, что своим чередом на потоке стояло. Жара, которая этим летом обрушилась на Ульяновскую область, нанесла удары по урожаю. Если в прошлом году фермер собирал в среднем 50 центнеров пшеницы с гектара земли, то сегодня некоторые поля дают только 30. При этом качество, благодаря грамотному подходу агрария к земле, не пострадало. Качество в этом году есть по всем параметрам. И клейковина, даже третий класс с опасом. После того, как комбайн заполнен, зерно пересыпают в КамАЗы. Грузовики доставляют урожай на зерно-очистительный комплекс. Это лишь один из объектов, который Владимир Евстифеев построил за последние несколько лет. Рядом череда ангаров для хранения. Недавно возвели еще один. Еще один склад построил. 18 на 60. Для того, чтобы как можно больше разместить у себя пшеницы. И немного подождать, когда цена стабилизируется. Хозяйство Владимира Евстифеева – одно из самых крупных в регионе. Благодаря умелому подходу фермер ежегодно выполняет поставленные задачи. А качество урожая всегда на высоком уровне. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Новоспасский район. Поселок Бестужево. Не просто соревнования, а целое шоу развернулось в Сурском районе. Контактная борьба экстримы. Напряженный финал в репортаже Марии Винниченко. И пусть победит сильнейший. Девиз из блокбастера пригодился тем, кто гнался, чтобы выжить. В Сурском районе состоялось межрегиональное соревнование по автокроссу. Прошедший этап гонок на выживание стал первым после пандемии. Соревнования проводились в двух классах. Класс баггер, как сказал Сергей, и классическая выживалка. Это единственное, по-моему, на сегодняшний день ульяновское место, деревня Лебедевка, где у нас на сегодняшний день есть автомобили для гонок на выживание. Погодные условия не помешали проведению соревнований и никак не сказались на самочувствии участников. Проверить свои силы вызвали 17 машин. Участники прибыли со всей России. До последнего заезда велась напряженная борьба, но первым оказался. Победитель Сергея Янички! Технических сходов практически нет уже. То есть люди научились готовить технику настолько, что она не ломается. Теперь все зависит только от спортивного мастерства, умения вождения с гоночного автомобиля. Ближайший этап гонок на выживание пройдет в конце августа на открытом чемпионате Дрожжиновского района Республики Татарстан. Мария Яниченко, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Ну а наш выпуск на этом завершен. И сразу после рекламы эфир телеканал «Россия» продолжит вести Приволжского федерального округа. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин